Ребят, всем большое привет! Меня зовут Фил, канал Честный Блог. Компания Vivo представила в России два новых смартфона. Это Vivo V20 и Vivo V20 SE. Они интересны как минимум тем, что здесь уже стоит 11-й Android. Здесь по 8 гигабайт памяти. Здесь в целом уникальный дизайн и самое главное, что интересный блок камер. Вот так вот выглядит Vivo V20. Очень прикольное заднее матовое стекло и вот эта радужная расцветка. Очень круто. Vivo V20 SE выглядит попроще, в целом пообыкновеннее. Давайте я расскажу, что из себя представляют эти смартфоны, как фотографируют, как работают, что касается цены. Все будет. Меня зовут Фил, канал Честный Блог. Погнали! Так как Vivo V20 это основной смартфон в этой серии, то давайте сначала поговорим о нем, потом уже расскажу про Vivo V20 SE. Сразу еще раз хочу отметить очень красивый задник матовый. И я даже, честно говоря, не припомню, чтобы у какого-то другого смартфона был именно такой прикольный задний цвет, который выделялся на фоне остальных. Плюс блок камер, он тоже дизайном выделяется и отличается от других смартфонов, которые представлены на рынке. По комплектации я хочу отметить зарядку на 33 Вт, которая называется Flash Charge. Также в комплекте у нас идут фирменные наушники от Vivo. Да, они достаточно простые, но когда они есть, это хорошо. А раз у нас идут наушники, то в смартфоне автоматически есть 3,5-мм джек. Это тоже круто. Также в комплекте есть силиконовый чехол. Я люблю такие силиконовые чехлы. Они достаточно простые, при этом не портят внешность и уберегают ваш смартфон от ударов. Ведь разломать такой смартфон, честно говоря, очень не хотелось бы. Производитель обращает наше внимание на то, что здесь 44-мегапиксельная камера, фронтальная, у которой есть автофокус по глазам. И это круто, потому что на фронтальной камере часто нет автофокуса. Также 64-мегапиксельная камера основная, плюс зарядка в 33 Вт, я об этом говорил уже, и Snapdragon 720G на борту. Это значит, что примерно 280 тысяч баллов Antutu выдает этот смартфон. Плюс самое главное, что Snapdragon это такой процессор, под который хорошо адаптированы современные игры. Так что только с нагревом, по идее, все должно быть хорошо и со всеми остальными делами. Сразу хочу отметить, вес этого смартфона 171 грамм. Это одно из самых легких решений, которые сейчас присутствуют на рынке. Диагональ дисплея 6,44 дюйма. Есть подэкранный сканер, который работает в целом окей, это не самое быстрое решение, но работает он хорошо. Также есть разблокировка по лицу. Вот, честно говоря, к разблокировке по лицу у меня больше было вопросов, потому что она не всегда срабатывает. Или, по крайней мере, не срабатывает так, как хотелось бы. Помните, что это AMOLED дисплей разрешением Full HD, поэтому очень бы не хотелось бы, чтобы вы его разбили, потому что замена AMOLED дисплея это всегда порядка 15 тысяч рублей. Что хорошо, в обеих моделях есть слот для двух сим-карт и одной карточки памяти, и все это дело можно использовать одновременно. Если посмотреть на переднюю панель, то по дизайну она практически ничем не отличается от того, что выходило в 2019 году. Это всякие Redmi и так далее. То есть сверху есть такая капелька для фронтальной камеры. Еще раз обращу внимание, 44 Мп фронтальная камера плюс автофокус по глазам. Это прикольно. Автофокус по глазам, я помню, у компании Sony был, а также был у компании Huawei. В последних обновлениях прилетал именно такой патч фокусировка по глазам. Кнопка питания и кнопка включения громкости находится справа. Мне это нравится. Плюс кнопка питания такая немножко ребристая, для того, чтобы вы ее могли нащупать. Отмечу, что смартфон очень удобно лежит в руке, потому что его толщина всего лишь 7,83 дюйма. Плюс, интересный момент, здесь нет закруглений вообще. Это для тех, кто любит плоские смартфоны. Я люблю, когда сзади, например, есть закругление, но есть большое количество людей, которые не любят, поэтому он сзади плоский совершенно, а спереди у нас стекло 2,5D. Еще у нас наклеена пленка. И важный момент, за пленку практически не цепляется палец, когда ты делаешь движение сбоку. Все-таки толщина пленки решает. Все в этом дисплее хорошо, кроме одного. Нету поддержки высокой частоты, например, 90 Гц. Это тренд 2020 года, было бы здорово, если бы он был бы, но, к сожалению, нет. Яркость дисплея такова, что ее хватает для того, чтобы быть подсолнечным и лучами. Тем более, сейчас, честно говоря, осень уже и солнце, особенно в Санкт-Петербурге. Нет конкретно цифр, я не знаю, но так по ощущениям, где-то в районе 450 нит. Короче, хорошо. По углам обзора я тоже бы сказал, что все вполне себе прилично. Внутри у нас 8 гигабайт памяти стандарт LPDDR4X, а также 128 памяти UFS 2.1. Процессор здесь стоит 720G. Я уже говорил, порядка 280 тысяч баллов Antutu. В целом, это нормальные цифры для смартфонов, которые идут в России по цене в районе 25-27 тысяч рублей. Столько же он будет стоить примерно. Сейчас точной цифры нет, но как только появится она, а она появится с 23 октября, потому что именно тогда стартуют данные продажи, я внизу оставлю информацию по поводу официальной цены. Получается, что этот смартфон у нас будет конкурировать с Galaxy M51. Классный телефон, причем у него 7000 мАч. Если вы хотите посмотреть мой рассказ про Galaxy M51, вот здесь ссылочка, переходите обязательно, посмотрите. Плюс, кстати, в нем 730-й процессор. Да, это важный момент. И я так подозреваю, что с Pocophone X3 будет тоже конкурировать Vivo. В Pocophone тоже свои плюсы. Это и 120-герцовый дисплей, это и 732-й G-процессор. Так что Vivo, честно говоря, придется достаточно поднапрячься, чтобы отхватить свой кусочек этого рынка. 720-й G-процессор мы уже давно изучили. В игры на нем играть можно совершенно без проблем. Понятное дело, что самые высокие настройки выставлять не нужно, но Call of Duty, Shadowgun Legends, все будет идти вполне себе хорошо. Что касается троллинга, вы сейчас видите скриншот на экране. Я бы сказал, что в целом все в порядке. По звучанию здесь все тоже достаточно средненько, здесь нет никакого стерео. Но могу точно сказать, что когда ты разговариваешь с человеком, прямо очень громкий динамик, приходится его тише. Я бы вообще сказал, что достаточно редко получается так, что ты тише делаешь динамик. Вот здесь именно такая ситуация. Плюс не забываем 3,5-мм джек. Есть поддержка Bluetooth 5.1. Также здесь присутствует NFC. Поэтому без проблем сможете расплачиваться в магазине при помощи вашего телефона. А если зайти в настройки звука, то здесь помимо общих обычных настройок есть еще специальные пользовательские эффекты и выбор шаблонов. В зависимости от того, сколько вам лет, ваше Vivo будет звучать именно для вас. Это интересная настройка и приятно, что есть такое точечное отношение к человеку. По вибрации тоже все обычно. Она не раздражает, но в ней ничего тоже сверхъестественного нет. Зато интересная оболочка. Потому что, во-первых, здесь у нас стоит самый новый Android 11. Я так понимаю, что сейчас, по сути, есть Pixel 5, Pixel 4a, которые вышли с 11 Android, а также Vivo V20 и Vivo V20 SE. Больше других смартфонов на данный момент на 11 Android нет. И мне нравится Vivo своей операционной системы, которая называется Funtouch OS, тем, что здесь очень большое количество настроек. Я, как человек, который именно интересуется тем, чтобы залезть в телефон, что-то там понастраивать, прямо прикольно. Огромное количество персонализированных настроек. Можно выбрать различные анимации. Можно выбрать анимацию разблокировки по лицу. Можно выбрать анимацию разблокировки сканера пчатка пальцев. Можно выбрать различные анимационные эффекты. Тут прямо заходишь и прямо раздел. Динамические эффекты и все. Эффект окружающего света. Анимация значка. Анимация распознавания лица. Анимация зарядки. Анимация подключения по USB. Короче, масса всяких анимаций. Могу точно сказать, что ни у кого другого, кроме Vivo, такого набора анимационных эффектов нет. Это круто, что компания Vivo выделяется среди остальных. С другой стороны, вот я беру здесь 11 Android, и я не вижу вообще никакой разницы и отличий от 10 Android. Они вот есть, например, в Pixel, и их прямо можно почувствовать. А здесь особенно каких-то вот отличий нет. Самое главное, что система работает в целом хорошо. Я не могу сказать, что она прямо летает. Но нормально. На свои 280 тысяч баллов в Antutu работает хорошо. Здесь не самый большой аккумулятор на 4000 мАч. Но что у меня сейчас есть? Смотрите, смартфон работает уже один день и три часа. У него 40% заряда остается. Это хороший результат. За это время экран смартфона проработал 3 часа 19 минут. Это означает, что в финале у нас будет результат где-то в районе 5-6 часов работы экрана. Это в целом, я бы сказал, что на 4 с плюсом. Это не пятерка, но это 4 с плюсом точно. Так что, несмотря на то, что у нас здесь небольшой аккумулятор, целый день он продержаться должен. Еще важный момент. Быстрая зарядка. 33 ватта. Это, соответственно, примерно за час происходит зарядка. Круто. Кстати, у младшей модели ОСИ аккумулятор побольше. 4100 мАч. По камере у нас ситуация такая. Основная камера на 64 мегапикселя. Апертура 1.89. Стандартно этот модуль фотографируют на 16 мегапикселей. Чтобы фотографировать на 64 мегапикселя, нужно всегда включать эту опцию отдельно. Но обычно, когда ты включаешь вариант на 64 мегапикселя, то есть какие-то ограничения по HDR, какие-то ограничения по стабилизации. Так что здесь нужно всегда быть осторожным. 8-мегапиксельный широкоугольный модуль. Апертура 2.2. И еще на 2 мегапикселя есть черно-белый модуль. Апертура 2.4. Он у нас для глубины резкости, для того, чтобы мы делали портретики. В целом, интерфейс камеры стандартный. Для смартфонов компании Vivo. Я бы не назвал его супер логичным, но в целом в порядке. Есть режим ночь. Соответственно, вы можете фотографировать фотографии с большей выдержкой и получать лучший результат в темноте. Также у нас есть специальный режим штатива, чтобы фотографировать звезды. Для этого не обязательно ставить на штатив, но надо поставить на поверхность какую-то, чтобы смартфон какое-то время не двигался. Тогда нажимаете съемку, и получается прям фотография с длинной выдержкой. Поэтому можно в целом попытаться фотографировать и звезды. 30К мы снимаем на 30 кадров в секунду. Full HD снимаем 30 и 60 кадров в секунду. Замедленная съемка есть и еще есть профессиональный режим. Мало кто пользуется профессиональным режимом, но то, что он есть, это хорошо, поэтому энтузиасты фотографа могут этим пользоваться. Здесь можно и баланс белого выставлять, и автофокус, и ISO, и так далее. Короче, флаг вам в руки, друзья. Вы сейчас видите, как смартфон Vivo фотографирует и снимает видео в сравнении с Samsung Galaxy M51. Еще важный момент в том, что так как здесь стоит Snapdragon версия, то сюда можно и накатить Google камеру и потенциально получать еще более лучшие фотографии. Ну и не забываем про фишку этого смартфона. Это камера фронтальная на 44 мегапикселя. Ну, собственно, пример фотографии вы сейчас видите. Если нужно сделать более детальную сравнению фото и видео возможностей с какими-то другими конкурентами, например, с Galaxy M51 или с Poco X3, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях, чтобы я понял, что такое видео действительно вам нужно и интересно. Итак, что мы в итоге имеем? Очень красивый смартфон, который классно выглядит. До борту 11-й Android, известный нам процессор 720G, который дает в целом хороший результат, удобно лежит в руке, сканер, отчетка пальцев, разблокировка. Здесь все хорошо, не хватает, наверное, 90-герцового дисплея. Ну и цена. Пока она в России неизвестна, но будет в районе 26-27 тысяч рублей. Как я уже говорил, это конкуренты Galaxy M51 и Poco X3. В целом, короче, такой приятный середячок, которому нужно будет доказать, что он хороший. Ну и давайте пару слов по поводу Vivo SE, потому что это более младшая модель. Габариты ровно такие же, но сзади есть скругление, поэтому он немножко по-другому лежит в руке. В комплекте есть чехол и есть наушники. Толщина ровно такая же, 7,83 дюйма. Спереди смартфоны одинаково выглядят. Есть наклеенная пленочка, есть NFC, есть сканер отпечатков. Короче, спереди все одинаково. Сзади другой смартфон, при этом он выглядит в тренде 2020 года, потому что блок камер, который здесь есть, он выглядит ровно так же, как камера в 2020 году. Тоже 8 гигабайт памяти, тоже 128 встроенный, при этом процессор попроще Snapdragon 665. Этот процессор, в свою очередь, уже выдает 170 тысяч баллов в Antutu, честно говоря, немного. Ну и цена у этого телефона будет попроще, где-то в районе 20 тысяч рублей. Это уже конкурент Galaxy A51 и смартфонов Redmi. Но смартфоны Redmi все-таки будут покруче, потому что там обычно 270 тысяч баллов Antutu, 280 и так далее. Так что вот это больше к самсунговскому конкуренту. Модули камеры такие, 48 мегапикселей основная камера, апертура 1.8, плюс широкоугольный модуль на 8 мегапикселей, а также есть для портретного режима 2-мегапиксельный модуль, апертура 2.4. Мне пока сложно сказать, насколько успешны будут эти смартфоны в России, потому что, в принципе, компания Vivo не так давно у нас присутствует. И я бы сказал, что, по моему впечатлению, смартфоны от Vivo должны бы стоить поменьше, чтобы быть более конкурентами. Самый крутой смартфон от Vivo, который я использовал в своей жизни, это был флагман Vivo Nex, прямо очень крутой. И аккумулятор, и камера, и работал круто. Он мог реально конкурировать с флагманами других компаний. Что касается более средних и более бюджетных смартфонов, мне кажется, что они должны все-таки стоить поменьше. Вот такой мой взгляд на новинку Vivo V20 и Vivo V20 SE. Мне интересно узнать, что вы думаете по поводу смартфонов от компании Vivo. Пользовались ли чем-нибудь, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Ну, а всем вам говорю огромное спасибо. Меня зовут Фил, это канал Честный Блог. Увидимся скоро в новых видосах. Ни в коем случае не болейте. И пока-пока.